На дорогах нашей страны появился первый советский переднеприводной автомобиль, созданный на Волжском автомобильном заводе имени 50-летия СССР. Процессу создания этого автомобиля и посвящен наш фильм. Каким должен быть новый автомобиль, определяет время. Оно в наш век научно-технического прогресса требует прежде всего создания экономичной во всех отношениях конструкции. Переднеприводная компоновка автомобилей малого класса сегодня завоевала всеобщее признание. Она позволяет улучшить ходовые качества автомобиля, в более широких пределах варьировать с формой кузова, снизить затраты на изготовление автомобиля. Поиск образа будущего автомобиля начинается в управлении главного конструктора. Современный автомобиль – сложнейшие машины, в которые органично должны быть ввязаны и конструкция, и технология, и требования экономики, и социологии. Продолжение следует... 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 Конечно, возникают споры. В чем же состоит особенность переднеприводного автомобиля? Напомним сначала классическую схему. Двигатель находится впереди, за ним коробка передач, задние колеса ведущие. При переходе на переднеприводную компоновку, двигатель и коробка передач устанавливаются поперек. Ведущими становятся передние колеса. Необходимость в приводе к задним колесам отпадает. Запасное колесо и бензобак можно перенести под багажник и заднее сидение. После того, как технический совет утвердил макет внешней формы и принципиальные компоновочные решения, началась напряженная работа по созданию чертежей кузова. Конструкторы проектировали кузов. В экспериментальном цехе началось изготовление первых деталей и сварка первого опытного кузова. Конструкторы-шассисты разрабатывали новую переднюю и заднюю подвески, рулевое управление, тормоза. Конструкторы-двигателисты создавали новый двигатель. Дизайнеры работали над интерьером. Очень важно было создать более комфортабельный салон, новые сидения, чтобы было максимум удобства и приятное ощущение уюта водителю и пассажирам. Из дерева, пластмасс, металла и других материалов, создавался демонстрационный макет, который представляет художественно точный образ будущей машины. Первый ходовой образец автомобиля ВАЗ-2108 был изготовлен в короткие сроки. Около полугода и уже весной 1979 года был показан членом правительства. Их оценка была высокой. В результате этого постановлением Совета Министров принимается решение о подготовке производства на Волжском автомобильном заводе новой модели автомобиля с приводом на передние колеса. Субтитры создавал DimaTorzok На заводском треке и дорогах автомобильного полигона проводился сложный комплекс работ. Многочисленными экспериментами определялись эксплуатационные качества автомобиля. Испытывались его агрегаты. Исследовались рабочие процессы поведения автомобиля в различных условиях. КОНЕЦ Данные полученные в процессе испытаний тщательно анализировались. Порой они ставили перед конструкторами и испытателями новые вопросы, а порой указывали путь, как идти дальше. КОНЕЦ Сложные задачи стояли перед создателями нового двигателя, и все они были успешно решены. По мощности двигатель восьмерки 47 киловатт, такой же, как и на автомобиле ВАЗ-2105. Но он на 20 килограммов легче и потребляет топливо примерно на 15% меньше. Кроме того, двигатель автомобиля ВАЗ-2108 менее токсичный. Повысилась надежность новой передней подвески, созданной конструкторами ВАЗа. Машина лучше ведет себя на дороге, требует меньшее корректирующих движений рулевым колесом, быстрее и безопаснее преодолевает повороты, особенно на скользкой дорогах. Применение реечного механизма рулевого управления значительно снизило усилия на рулевом колесе, что особенно существенно для женщин-водителей. Для гашения ударов от дороги в приводе установлено специальное устройство. О прогрессивности конструкции автомобиля говорит такой факт. В нем нашли свое воплощение около 40 новых конструкторских и инженерных решений. Половина из них принадлежит конструкторам ВАЗа. Впервые в отечественном автомобилестроении на двигателе применена электроника. Это бесконтактная система зажигания, что позволило исключить механический прерыватель. А наличие электронного коммутатора увеличило энергию искры, что позволяет объединять горючую смесь и, следовательно, экономить топливо. Система эта надежна и не требует обслуживания в течение всего срока эксплуатации. 52 оригинальных изделия электрооборудования установлено на автомобиле. Система освещения и световая сигнализация обеспечивают хорошую видимость дороги и повышают безопасность движения. В комбинированных задних фонарях применены противотуманные огни. Созданные новые узлы и агрегаты автомобиля подвергаются тщательным испытаниям. Сначала в лабораторных условиях. Чтобы автомобиль отвечал многочисленным требованиям и имел право выйти на дороги заводского трека и автомобильного полигона, предварительно проводятся тщательные испытания в лабораторных условиях. Определяются характеристики надежности и долговечности агрегатов в стендовых условиях. Определяется токсичность отработанных газов, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды. В морозильных, дождевальных, пылевых камерах автомобиль испытывается на пригодность к работе в экстремальных условиях. При доводке автомобиля были использованы самые передовые методы испытаний с учетом достижений мирового автомобилестроения. Продолжение следует... Доводочные работы шли параллельно с подготовкой производства. Это позволило существенно сократить путь во времени от создания первых опытных образцов до массового выпуска автомобиля. Вот еще один ответственный экзамен автомобиля ВАЗ-2108. Испытание на удар. Целью этих испытаний является защита водителя и пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях. Особое внимание обращается на смещение рулевого колеса, сидений, панели приборов, функцию ремней безопасности и замков дверей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! 5, 4, 3, 2, 1, пассажиров. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорожные транспортные происшествия Впервые в истории отечественного автомобилестроения для доводки конструкции автомобиля и его модификаций было изготовлено около 150 опытных образцов и 500 двигателей. Такое количество прототипов позволило тщательно отработать конструкцию автомобиля и двигателя. Одновременно с испытаниями в цехах мелких серий завода отрабатывалась технология изготовления деталей и узлов, процесс сборки автомобиля. Постановка на производство нового автомобиля потребовала технического перевооружения завода. Был создан новый крупнейший автомобильный комплекс по производству кузова, двигателя, коробки передач, оснащенный самым современным высокоавтоматизированным оборудованием. Изготовление комплектующих для переднеприводного автомобиля потребовало технического перевооружения также и заводов-смежников в нашей стране и в странах-участниках Совета экономической взаимопомощи. 300 предприятий подключились к работе над восьмым автомобилем еще в ходе его разработки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опытные образцы испытывались в экстремальных природных условиях. Наши автомобили эксплуатируются как на крайнем севере, так и в условиях жаркого тропического климата. Критическая температура предъявляет свои требования конструкции автомобиля и его узлам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На севере, где температура опускается ниже минус 40 градусов, проверялась возможность запуска холодного двигателя, эффективность работы систем отопления и оттаивания стекол, работоспособность механизмов кузова, новых материалов, смазок, уплотнений, удобство входа и выхода в зимней одежде, пользование систем управления и многое другое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впервые были использованы для переднеприводных машин специальные цепи противоскольжения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видно на этих кадрах, они почти уравнивают в данных условиях переднеприводной автомобиль с полноприводным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После испытаний автомобили и двигатели разбирались на узлы и детали и тщательно исследовались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конструкторам, испытателям важно было знать все достоинства и недостатки прототипов, чтобы продолжить совершенствовать кузов, двигатель и другие узлы автомобиля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серпантины Кавказской военно-грузинской дороги экзаменовали автомобиль ВАЗ-2108 на маневренность, способность преодолевать затяжные подъемы и крутые спуски в условиях разреженного воздуха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немало сомнений существовало. Сможет ли автомобиль массой, сможет ли автомобиль массой в 1320 килограммов с прицепом в 900 килограммов трогаться с места и одолеть крутой подъем? Смотрите, как приседает автомобиль, реализуя при этом все сцепные свойства шин и выбирая все возможности двигателя и сцепления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потребовалась кропотливая работа конструкторов и испытателей, прежде чем автомобиль смог так уверенно двигаться по горным серпантинам, преодолевая перевалы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Южные испытания. Маршрут пролегал в центре пустыни Каракум в период пиковых плюсовых температур. Больше всего, конечно, беспокоили работа двигателя в условиях перегрева, стабильность системы топливоподачи, возможности системы охлаждения двигателя, эффективность вентиляции салона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Езда по песку показала, что салон на дороге не было. Испытателям было жарко, автомобиль выдержал все тепловые нагрузки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже при крайнем нагреве, достигавшем под капотом более 100 градусов, хорошо себя проявили узлы и системы, размещенные в моторном отсеке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 2,5 миллиона километров накатали опытные автомобили по дорогам заводского трека, полигона на Мире. Грунтовым дорогам Среднего Поволжья, горным серпантином Кавказа, трассе в пустыне Каракум, прежде чем с главного конвейера Волжского автомобильного завода, сошел первый автомобиль ВАЗ-2108. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напряженная работа по доводке автомобиля позволила своевременно приступить к выдаче чертежей для серийного производства. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Первенец второго поколения легковых автомобилей ВАЗ появился на дорогах нашей страны. Пожелаем ему счастливого пути во все уголки земного шара. Субтитры создавал DimaTorzok